Брежневский период – золотой век номенклатуры, основанный на проедании будущего. В скобках. В начале 70-х годов номенклатура и сопутствующие ей слои – это полмиллиона семей, то есть 1% населения. Первое арабское. Принципиальное отличие брежневского режима от хрущевского. Второе арабское. Господство горизонтальной мобильности высших кадров над вертикальной, в скобочках, ротацией. Переход верхушки к режиму социального самовоспроизводства. Третье. Превращение советской верхушки в замкнутую группу, лишенную стратегического видения и все больше удовлетворяющей свои материальные потребности на Западе. Четвертое. Растущее стремление определенной части номенклатуры к интеграции с Западом. В скобочках и в кавычках. Конвергенция социализма и капитализма. Кто слышал этот термин? Конвергенция. Никто никогда не слышал термин конвергенция. Конвергенция это сближение социализма и капитализма и превращение в нечто среднее между социализмом и капитализмом. Была такая теория на Западе. Ее вбросили в советской номенклатуре и часть советской номенклатуры на это купилась. Вообще термин конвергенция пришел из сферы офтальмологии. Это когда в лоб попадают чем-то тяжелым, то глаза когда вот так вот сходятся, ну как в диснеевских мультфильмах у кота или у волка, это называется конвергенция, схождение. Пятое. Постепенное смещение реальной власти на средний уровень-обкомов и ведомств. Точка с запятой. Постепенная утрата Советским Союзом качеств единого народно-хозяйственного комплекса. Точка с запятой. Дальнейшая утрата планового характера экономики. Шестое. Процесс сращения в ряде республик и областей, в скобочках, особенно в Закавказье и Средней Азии, партаппарата с хозяйственными органами, а этих последних с теневой экономикой. То есть понятно, да? Партийные органы сращивались с хозяйственными, хозяйственные сращивались с теневой экономикой. И в результате получалось, записываем точку с запятой здесь у нас, формирование партхостеневых кланов. Седьмое. Социальное и моральное разложение значительной части верхов, нарастание их неадекватности современному миру. В кавычках, точка здесь, в кавычках, трофейные настроения, трофейные в кавычках, и пофигизм низов к концу брежневского правления. Трофейный и пофигизм, естественно, в кавычках. Восьмое. Острое противоречие в середине 80-х годов между высоким уровнем научно-технического, военно-промышленного и общеэкономического развития СССР и низким управленческим, интеллектуально-волевым и стратегическим уровнем советской верхушки с другой. Тире. Главная причина будущего разрушения СССР. Второе римское. Периодизация. Речь идет о периодизации этого периода всего. Периодизация. Первое арабское. 64-й-67-й через косую черту 68-й. Второе. 68-й-74-й через косую черту 75-й. Третье. 75-й-82-й. И четвертое. 82-й-85-й. Третье римское. Власть. Первое арабское. Отстранение Хрущева от власти. То есть мы начинаем там, где мы закончили предыдущую лекцию. Отмена хрущевских реформ 62-го и 57-го, касая черта, 58-го годов в 64-м и 65-м годах. Второе. Биография Леонида Ильича Брежнева. Третье. Расклад сил в советском руководстве в 64-м-67-68-м через косую черту годах. Двоеточие. Противостояние подходов или противостояние поколений. Знак вопроса.